На первый взгляд, виртуальная реальность это прекрасные компьютерные миры с живописными пейзажами, красивыми историями и благородными героями. Но есть и обратная сторона. Виртуальная вселенная вовсе не так дружелюбна, как мы привыкли думать. Это пространство, где живет все самое зловещее, что может быть придумано людьми. В виртуальной реальности у зла нет преград. Оно творит, что хочет. Гибнут сотни и тысячи людей. Стираются в порошок города и страны. Здесь выживают только сильнейшие. Мы представляем вам, самый враждебный человеку грани виртуального измерения. Вы узнаете о том, кто горит лютой ненавистью к человечеству, для кого людская жизнь – вопрос нескольких долларов, кому ничего не стоит истребить целый народ. Вы поймете, видеоигры – это не игрушка. В эфире программа «Страшно интересно». Готовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. В человеке природой заложено стремление постоянно соревноваться. Именно поэтому он изобрел спорт. Но только в виртуальном мире, в этой свалке грязных и мерзких отходов бытия, спорт принимает самые извращенные формы. В ближайшие полчаса мы познакомим вас с самыми бесчеловечными виртуальными спортивными дисциплинами. Когда бывшего солдата, осужденного за военные преступления, вызволили из тюрьмы и предложили грязную работу, ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. Получив в распоряжение необычный грузовик, он приступил к своим обязанностям. Они заключались в том, чтобы любой ценой убирать конкурентов, а самому оставаться на дороге. Инструментарию бывшего вояки мог бы позавидовать Джеймс Бонн. Многотонник в считанные секунды превращался в крепость на колесах, готовый начать кровавую жатву. Цепные пилы и ножи по бокам прогрызали кузовы обгоняемых машин, как консервный нож банки. Агрессивные обвесы в виде шипов урагов, делавшие тягач похожим нам чащегося бизона, помогали расчистить путь даже через самые плотные полицейские кордоны. Уйти от этого зверя было невозможно. Благодаря встроенным реактивным двигателям он выстреливал как пуля. А когда он догонял соперника, тот был обречен. Трудно представить, что все эти ужасные события происходили в небольшом американском городке. Но именно там начал набирать популярность незаконный и кровавый вид спорта – гонки на выживание на грузовиках. Гонки из «Следжхаммер» из-за своей жестокости и абсурдности заслужили звание одного из самых кровавых видов виртуального спорта – 10-е место. Каждый из турниров под названием «Король железного кулака», устраиваемых корпорацией Мишим и Дзайбатсу, был больше, чем обычным поединком мастеров боевых искусств. Начиная с самого первого «Короля железного кулака», соревнования становились полем брани первого хозяина компании и Хачи Мишима, и его сына Казуа и внука Джина. Их не интересовал гигантский денежный приз, который в первом турнире составил миллиард долларов, во втором – триллион, а далее увеличился в геометрической прогрессии. Они жаждали победить в финале ненавистных родственников и захватить власть над всемогущей корпорацией. После пятого турнира бразды правления перешли к Джину, но его отец Казуа захватил контроль над военной корпорацией Джи и вознамерился свергнуть сына. Единственным способом сделать это было победить его в очередном турнире «Король железного кулака». Не жалея соперников, зачем думать о таких мелочах? Он, буквально шагая по трупам, дошел до конца. Но вот достанется ли ему победа? Турниры «Король железного ринка» из серии «Теккен» превратились в кровавую семейную разборку, расположенную на девятом месте топ-листа самых бесчеловечных видов спорта игрового мира. Правители Древнего Рима любили устраивать гладиаторские бои с участием рабов, привезенных из захваченных земель. Также и злой царь Бохан после порабощения клана защитников Небесного Меча ввел бесчеловечную практику смертельных боев. Десятки, сотни людей гибли на арене, ведь против них выходили лучшие воины темной армии, те, на кого опирался Бохан. Но однажды он совершил непоправимую ошибку, выпустив на поле брани дочь вождя племени, рыжеволосую девушку по имени Нарико. Словно дикая амазонка, она лихо расправилась с самыми сильными бойцами армии злодея, а в финале убила его сына. Это было началом конца правления Бохана в захваченной стране. Смертельные гладиаторские бои на мечах из Хэвенли Сворд стали восьмыми в перечне самых бесчеловечных видов виртуального спорта. Оставайтесь с нами, и через минуту вы узнаете, как иногда в качестве метательного снаряда используется человек. Узнаете, для чего нужен стальной мяч. И какую цель преследовали организаторы Пятого мирового турнира по боевым единоборствам. Вы увидите, как приговоренные к смерти хватаются за единственный шанс выжить и многое другое. После короткой паузы. Никакому мастеру спорта, олимпийскому чемпиону, чемпиону мира или Европы мы не пожелали бы соревноваться с компьютерными соперниками по ту сторону экрана. Ибо человеческая жизнь – там ничто. Продолжаем изучать десятку самых бесчеловечных видов спорта цифрового мира. Только в нашем мире гонщики предпринимают все меры безопасности на трассах, берегут свою жизнь и жизнь соперника. В виртуальном пространстве такие предосторожности считаются мавитоном. В американских гонках на выживание самым главным правилом было не достичь финиша первым, а уничтожить тех, кто на это первенство претендует. Именно поэтому заезды превращались в настоящие воины на дорогах. Мощные моторы хищным рыком разрывали тишину загородных пейзажей. Грозный вид автомобилей внушал священный трепет и предвкушение неминуемого кровопролития. А когда командовали старт, озверевшие тачки срывались с места, чтобы растерзать друг друга на асфальте. Создавалось впечатление, что машины ненавидели даже собственных водителей, сидевших внутри. Будто ожившие монстры, они улучшали любую возможность, чтобы выкинуть из салона бедное тельце шофера. И посмотреть, как оно, беспомощно болтая руками и ногами, летит по воздуху и смачно грохается на землю. Суровые гонки из серии FlatOut сегодня на седьмом месте в нашем списке. Шел 2326 год. Нистовое пламя разрушительной гражданской войны затухло. Соперничающие кланы, дабы раз и навсегда поставить точку в междоусобной войне, придумали новое соревнование – спидбол. Тогда никто не думал, что уже через 10 лет скоростной мяч приобретет немыслимую популярность и статус национального вида спорта. То, что происходило на спортивной арене во время матча, больше походило на кориду и гладиаторский бой. Две команды по 9 бойцов устраивали кровавое месиво, пытаясь загнать стальной мяч в ворота соперника и не дать забить в свои. Жестокие нравы 24 века допускали самые грязные приемы – подкаты, подсечки, удары руками и ногами. Неважно, кто выходил на арену – мужчины, девушки или роботы. Грубая сила – вот то единственное, что могло решить исход встречи. Спидбол из одноименной игры – самый популярный вид спорта 24 века. Стальным мячом попадает на шестую строчку хит-листа. На пятый мировой турнир по боевым единоборствам должны были собраться все великие бойцы современности. 17 опытных мастеров наивно верили в честную природу соревнований, которое, как им казалось, должно стать воплощением чистоты духа и разума. Умереть в безжалостной схватке не боялся ни один из них, ведь на кону ни много ни мало звания величайшего воина планеты. Откуда им было знать, что их судьба предопределена, и каждый из них обречен, ведь турнир – всего лишь ширма, скрывающая истинные корыстные цели устроителей. Компания «Джей-6» просто-напросто решила на крови и костях ничего не ведающих спортсменов довести до ума свой проект по созданию непобедимой машины смерти. «Ви Дюрал» вбирала в себя боевые умения погибших воинов, которые, сами того не подозревая, сражаясь друг с другом и умирая, накачивали ее силой. Пятый мировой турнир по боевым единоборствам из Virtua Fighter V на поверху оказался одним из самых бесчеловечных соревнований по ту сторону мониторов, заняв пятое место. Среди всех клубов мира этот был самым таинственным и закрытым. А еще он был самым жестоким. Ведь это был клуб, где богатые и могущественные люди из разных концов мира делали ставки на невероятно кровавые игры, на гладиаторские бои с применением огнестрельного оружия. Фишками в этой ужасной забаве были живые люди, вооруженные автоматами, дробовиками и гранатометами. В обычной жизни этим людям светила неминуемая смерть. Каждый из них успел наломать дров. Клуб давал призрачную возможность уйти от ответственности, став гладиатором. Выигравший в бою получал деньги, проигравший терял жизнь. Все было предельно просто. Для восьми участников выделялась безлюдная площадка. Каждому из них давался ствол и определенное время. Бой начинался. Все, что нужно, это уничтожить всех соперников и остаться в живых. Ни о какой пощаде не могло быть и речи. А потому картина восьми взрослых мужчин, носящихся с оружием наперевес и палящих во все, что движется, была вполне понятной. Безумная резня из The Club сегодня становится четвертой по своей жестокости. Оставайтесь с нами, и вы познакомитесь с самыми антигуманными соревнованиями, которые зрители могут наблюдать на виртуальных аренах. Сказать, что виртуальный спорт жесток, не сказать ничего. Он создан, чтобы калечить и убивать. Перед вами тройка самых кровавых дисциплин виртуального мира. Пулеметная очередь прошивает корпус. Ракета достигает цели, пилот заживо сгорает в кабине. Это не воздушный бой, как кажется. Это самые настоящие спортивные состязания. На фоне трагических событий этого чемпионата, смерти четырех пилотов, спортивные результаты этапа входят в дорогу. В мире, где воцарилась анархия и разруха, где людям давно наскучили обычные виды спорта, все внимание жителей планеты приковано к главному событию – гонкам на выживание. Знойный Бангкок, заснеженная Москва, полуразрушенный Нью-Йорк, горящий Париж. Машины-убийцы, дикые стаи проносились по крупнейшим городам планеты. Безумное зрелище завораживало. Погони, взрывы, полеты в воздухе. Далеко не все доходили до финиша. Многие оставались на трассе. Да и зрители были не в безопасности. Пущенные ракеты нередко попадали в здания, встречающиеся по пути. Но никто не обращал внимания на жертвы, ведь этот грязный бизнес приносил немалые доходы. И смертоносные автомобили снова и снова выходили на трассу, чтобы убивать. Гонки на выживание из Deathstrike открывают тройку хит-парада самых бесчеловечных видов спорта виртуального мира. Покорять чужую планету – дело опасное, но даже завоевав ее, не стоит расслабляться. Всегда найдутся желающие отобрать добычу. Этот урок однажды хорошо усвоила раса Эксон, когда на их трофей позарились мерзкие Некрисы. Тогда-то началась битва за захваченную планету. Самое интересное, что борьба быстро приобрела странный характер. Из военного противостояния она превратилась в подобие смертоносной игры. Противоборствующие стороны словно влюбились в войну и превратили ее в развлечение, ежеминутно убивая друг друга. Любой из солдат был готов, не раздумывая, отдать жизнь на поле боя, просто чтобы поддержать этот безумный раж, что царил на поле брани. В вакханалии боя создавалось впечатление, что это какой-то ужасный вид спорта, в котором одна из команд должна была одержать верх. Хотя и сама победа, казалось, уже была не так важна. Гораздо интереснее было просто продолжать это нескончаемое месиво из огня, разорванной плоти, криков и выстрелов. Маниакальное взаимное истребление между расами Эксон и Некрис из Unreal Tournament 3, превращающаяся в кровавый вид спорта, становится вице-чемпионом сегодняшнего хит-парада. Какой же виртуальный спорт побил все рекорды по количеству пролитой крови и унесенных жизней? Какие соревнования смеются громче других над олимпийским принципом фэйр-плей? Вы узнаете об этом сразу после того, как мы окинем взглядом 9 недотянувших до первого места спортивных дисциплин. Десятку открывают гонки и слэдж-хаммер, из-за своей жестокости и абсурдности, заслужившие звание одного из самых кровавых видов спорта. Турниры «Король железного кулака» из серии «Теккен», превратившиеся в кровавую семейную разборку, на девятом месте. На восьмой строчке расположились смертельные гладиаторские бэй на мечах из «Хэвенлис Вор». Ревущие моторы, отваливающиеся обломки и летящие тела гонщиков. Гонки на выживание из серии «Флэтаут» на седьмом местом. Спидбол из одноименной игры. Самый популярный вид спорта 24 века, сегодня лишь шестой. На пятом месте пятый мировой турнир по боевым единоборствам из «Вёрчуа Файтер 5», за швирмой которого организаторы устроили кровавые бани. Четвертым по жестокости видом виртуального спорта сегодня стала «Безумная резня» из «Зе Клаб». Тройку сегодняшнего хит-парада открывают гонки на выживание из «Дестрек». В одном шаге от первого места остановилось маниакальное взаимное истребление между расами «Эксон» и «Некрис» из «Анреал Торнамент 3». А сейчас приготовьтесь писать жалобы сразу во все дисциплинарные комитеты, ибо прямо сейчас вы узнаете, какой спорт является самым бесчеловечным. С самого начала времен Вселенная была построена на яростном противостоянии. Начиная с эпохи старших богов и единой сущности между составляющими мироздания шли ожесточенные войны. С тех пор, как все разделилось на шесть отдельных реальностей, в каждом из миров на протяжении тысячелетий выросло такое количество воинов, что это грозило самыми катастрофическими последствиями. Тогда всеми мирами было решено раз в несколько сотен лет проводить смертельные битвы. Это были самые жестокие и кровопролитные турниры, на которых сходились один на один лучшие бойцы всех реальностей. Эти воины в буквальном смысле рвали друг друга всеми известными им способами. Но настоящей песней бесчеловечности состязаний был Fatality. Мощнейший фирменный прием, зверски с особым садизмом лишавший соперника жизни. Подобный набор бросков и ударов был особо любим бойцами, что и неудивительно. В этом кровавом спорте было лишь одно правило. Никаких правил. Ужасные и беспощадные бои за завоевание соседних измерений из серии Mortal Kombat сегодня становятся чемпионами виртуальной вселенной среди самых бесчеловечных видов спорта. За прошедшие полчаса вы познакомились с десяткой самых несовместимых с человеческой жизнью виртуальных видов спорта. Но если вам кажется, что безжалостные соревнования это самый циничный способ отобрать жизнь, в следующем выпуске мы покажем вам, что существует куда более изощренные и омерзительные возможности сделать это. Обещаем, вам будет страшно и интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok